МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О самых заметных событиях в стране и в мире расскажу в ближайшие несколько минут. В студии работает Вера Захарчук. Здравствуйте. Гентек ООН Антонио Гутерреш признал структурные проблемы Совета Безопасности и заявил о возвращении Холодной войны. Об этом он сказал в интервью шведскому телеканалу SVT, отметив, что современная ситуация значительно отличается от той, которая была во времена СССР. Цитирую. Теперь США и Россия не контролируют всех, как это было раньше. Многие страны очень активны в ближневосточном регионе. Турция, Иран, Саудовская Аравия и другие. Не существует двух однородных контролируемых блоков. Гентек ООН отметил, что орган больше не отражает баланс сил в мире и не соответствует современным реалиям. Он также признал неспособность ООН урегулировать сирийский конфликт, подчеркнув, что полная реформа невозможна без внесения изменений в работу Совета Безопасности. Добавлю, что США настаивают на реформе ООН. По мнению представителей Белого дома, организация тратит все больше денег и при этом становится менее эффективной. Главы внешнеполитических ведомств Большой Семерки договорились продолжить оказывать максимально возможное давление на КНДР, направленное на ее полную денуклиаризацию. Об этом заявил журналистом глава МИД Японии Таро Коно. Кроме этого, министры выступили за полный отказ Пхеньяна от развития ракетной программы. Напомню, саммит глав МИД Большой Семерки начался вчера в Торонто. Встреча стала подготовкой к саммиту лидеров стран G7, который пройдет в Канаде в начале июня. Отмечу, группа семи включает в себя США, Великобританию, Канаду, Германию, Францию, Италию и Японию. В Южной Корее прекратили агитационное вещание с помощью громкоговорителей на границе с КНДР. Такое решение власти приняли в преддверии межкорейского саммита, намеченного на следующую неделю. Как сообщили в Сеуле, причиной подобного шага стало желание снизить военное напряжение между Югом и Севером и создать атмосферу для мирных переговоров. Возобновится ли подобная практика после проведения саммита, не сообщается. Напомню, Сеул начал агитационное вещание против Пхеньяна в 1963 году. Для этого использовались несколько десятков громкоговорителей. В сообщениях содержалась критика в адрес политического строя КНДР, а также популярная в республике музыка. В ответ Пхеньян принял аналогичные меры. Три года стороны от этих действий отказались, но после очередных ядерных испытаний Северной Кореи в январе 2016 года громкоговорители вновь начали вещание. Министерство обороны страны приняло решение прекратить трансляцию громкоговорителей в направлении Северной Кореи с сегодняшнего дня. Мы надеемся, что такой шаг поспособствует установлению мира на корейском полуострове и остановит взаимную критику и агитацию в отношении друг друга. В Никарагу отменили реформы социального обеспечения, ставшие причиной массовых протестов. Такое решение принял президент страны Даниэль Артега. По его словам, сейчас для решения конфликта необходим диалог. Напомню, преобразования в сфере соцобеспечения должны были увеличить сумму отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Это и вызвало массовые акции протеста, начавшиеся 18 апреля. Тогда в ходе беспорядков погибли по разной информации от 7 до 30 человек. Как сообщают в ряде местных СМИ, среди погибших числится и журналист Анхель Эдуардо Гаона, директор издания «Меридиано». Случаи насилия, произошедшие в последние дни, прискорбны. Я выражаю свои соболезнования всем семьям и близким погибших. Мы не можем допустить повторения такого сценария и хаоса в стране. До пяти лет тюрьмы или штраф в 3000 МРП грозит похитителю бронзового мальчика. В Астане задержан и водворен в изолятор временного содержания, подозреваемый в краже композиции памятника, посвященного жертвам Голодомора. Как сообщили нашим корреспондентам в пресс-службе столичного ДВД, фигуру мальчика полицейские изъяли в одном из пунктов приема металла. Сейчас в отношении похитителя и скупщика идет досудебное расследование. В Павлодаре запустили многофункциональную систему «Смарт Павлодар». Она разработана с учетом всех рекомендаций единой концепции «Смарт-сити». Проект включен в дорожную карту по цифровизации области. Электронная система должна значительно упростить жизнь горожан, сделать доступными услуги госорганов, коммунальных и сервисных служб. В настоящее время приложение работает на 80% своих возможностей. Но в ближайшие несколько месяцев их обещают расширить ту максимуму. На сегодняшний день зарегистрировано более 13 тысяч пользователей программы. В данном приложении жители имеют возможность просматривать техническую характеристику дома, данные об обслуживающей организации, сервисных компаниях. Кроме того, в онлайн-режиме может подавать заявки в обслуживающие предприятия, в коммунальные службы города. Также формируется список этих заявок на админпанели отдела жилищной инспекции. То есть эти заявки контролируются нами. Плановые ремонты коммунальных служб также публикуются. Это отключение тепловодоснабжения, ремонтные работы КСК. Уже запланировано обновление на второе полугодие. Поэтому программа сейчас запущена в основном функционале, то есть все ГУ запущены, чтобы они могли отрабатывать. Далее будут расширения еще и в частный сектор уходить. То есть там будут добавлены курсы валют, самолеты, авиарейсы и тому подобное. На данный момент все ГУ подключены, отрабатывают в своих админпанелях. И жители уже могут обращаться, исправить информацию по каждому госучреждению и также получать какую-то информацию. Ну, очередь на жилье, посмотреть, когда ребенок пришел в школу и тому подобное. В октябре в медицинском центре университета имени Марата Успанова перешли на электронные паспорта здоровья. Там теперь хранится амбулаторная карта и история болезни пациента. Войти в информационную базу можно только с помощью личного электронного ключа. Ожидается, что в ближайшем будущем цифровые технологии полностью избавят медиков от бумажной работы, чтобы они смогли больше времени посвечать пациентам. По словам врачей, система работает без сбоев и немного, намного облегчает их труд. На базе крупнейшей в западном регионе клиники сейчас находятся онкодиспансер и кардиоцентр. Ежегодно здесь получают лечение до 20 тысяч больных. Стационар рассчитан на 300 мест. В поликлинике принимают до 200 человек в день. Нововведения внедряют в рамках программы «Цифровой Казахстан». Планы – интеграция нашей информационной системы другими порталами, со всеми, с которыми мы работаем, внедрение мобильных приложений, электронная запись пациентов. В рамках программы «Цифровой Казахстан» на электронный формат работы переходят и медицинские учреждения «Приоралия». В регионе завершена работа по созданию электронного паспорта здоровья населения. По всем местам внедряется мобильное приложение «Дому Мед». Сейчас активными пользователями программы стали сельские жители. К примеру, в Аральском районе возможности электронных медуслуг смогли оценить свыше тысячи пациентов, прикрепленных к местным учреждениям здравоохранения. К слову, на сегодняшний день 11 врачебных амбулаторий, центральная и 3 сельские больницы обеспечены компьютерной техникой. До конца месяца имя оснастят оставшиеся 36 медицинских. Сейчас мы используем все ресурсы. Создали мобильную группу, которая разъясняет операторам-программистам возможности мобильного приложения «Дому Мед». Помогаем жителям отдаленных сел подключиться к данной программе. В Актау в рамках реализации пяти социальных инициатив президента планируют построить новый университетский городок. Территорию под будущие объекты уже определили. Кроме этого, на базе Мангастауского гуманитарного технического университета откроют новый Казахстанский морской институт. Он будет оснащен современным исследовательским центром. Обучением займутся зарубежные и казахстанские преподаватели. А студентов обеспечат общежитием квартирного типа на полторы тысячи мест. Это инвестиционный проект. Мы намерены построить кампус, общежитие, служебные квартиры для преподавателей. Замысел масштабный. Материально-техническая база будет отвечать всем требованиям международного образования. Три студенческих общежития на 1300 мест построят в Таразе до 2020 года. Новые дома для учащихся появятся при двух государственных и одном частном вузах. Госуниверситеты намерены реализовать строительство за счет механизма ГЧП. Сейчас вузы в активном поиске инвесторов. Анастасия Сулейманова с подробностями. Индира Сардарова с детства мечтала стать туроператором и открыть свое дело. Год назад девушка поступила в Таразский государственный университет и сразу подала заявку на общежитие. Но мест не оказалось. Пока ей приходится арендовать жилье и платить за учебу. В месяц набегает неплохая сумма. Квартира обходится в месяц 35. Еще плюс нужно покупать продукты питания, проезд. Очень трудно, тем более я учусь на платной основе, нигде не подрабатываю. Спасибо родителям, что помогают. Было бы хорошо, если бы построили обшитие. Для всех же студентов хотела бы мест. Агирим Молдасан повезло больше. Девушка второй год живет в общежитии. Плюс учится по гранту. Девушка приехала из Алматы и осваивает нефтегазовое дело. Создан весь комфорт для учебы и проживания. У нас имеется читальный зал, который оснащен компьютерными технологиями. Плюс имеется у нас Wi-Fi сеть. Для поддержания здорового образа жизни у нас предусмотрен теннисный зал. В месяц мы платим 2500 тенге и в год получается у нас 25 тысяч. При Тарасском государственном университете имеется два общежития. Но мест все равно не хватает. Жильем обеспечены 580 студентов. Еще 657 человек стоят в очереди. ВУЗ построит еще одно общежитие за счет механизма государственно-частного партнерства. Университет готов софинансировать 50% от строительства данного объекта за счет внебюджетных средств ВУЗа. Конечно, нам нужен инвестор. Мы официально обратились к Акиму Шамбулской области с вопросом о том, чтобы он оказал содействие по инвестору. Примерно стоимость этого общежития на 500 мест, это пятиэтажное здание, будет где-то около 1 миллиарда 350 миллионов тенге. До 2020 года в Таразе возведут три общежития. Новые студенческие дома на 1300 мест появятся в двух государственных и одном частном ВУЗе. 120 компаний с северных и восточных областей республики готовы принять на работу 4,5 тысячи специалистов из Южного Казахстана. Агрономы, животноводы, механизаторы, врачи, учителя-предметники – это самые востребованные кадры. Поэтому работодатели готовы обеспечить их не только работой и бесплатным жильем, а их детей местами в детских садах и школах, но и обещают социальные пакеты. О привлекательных условиях бизнесмены рассказали на специально организованной ярмарке-вакансии в Сайрамском районе Южноказахстанской области, на которую пригласили всех желающих. По статистике, только в этом районе в ЮКО зарегистрированы 3700 безработных. С 2015 года в рамках госпрограммы по переселению из трудоизбыточных регионов на север уже переехали 347 южноказахстанских семей. Это около полутора тысяч человек. Нам нужны учителя математики, русского языка и литературы, фельдшеры, агрономы. Очень востребованы специалисты сельского хозяйства. Для них мы приготовили 20 домов. Я раньше работала на госслужбе. Опыт есть. И теперь вот приглашают на работу в Павлодар, Северный Казахстан. Поступило много интересных предложений от работодателей, поэтому планирую переехать с семьей. За одну неделю для 150 сельских жителей Октябрьской области нашли постоянную работу, а 87 малообеспеченных семей получили финансовую поддержку. Таким образом, в регионе решили противодействовать экстремизму и терроризму. Проект «Общественная безопасность населения» реализуется по поручению главы государства и направлено на решение актуальных проблем жителей. Районы области посещают специальные группы, медики проводят осмотры и операции, эксперты дают советы по развитию сельского бизнеса, Фермерам помогают наладить деловое сотрудничество с крупными компаниями. Сами жители активно участвуют в мастер-классах и подают заявки на получение субсидий. Мы провели семинар-мастер-класс по красоте, ознакомили жителей с тем, как можно открыть свой салон красоты, парикмахерские. Кто уже работает в этой сфере, получили небольшие мастер-классы по визажу и парикмахерскому искусству. Мы видим охват уже в более таких новых сегментах. Это открытие спортивных клубов, это открытие центров развития, открытие объектов передорожного сервиса. То есть много ниш, где если поработать, можно найти для предпринимателей новые проекты. Фермеры Южно-Казахстанской области приступили к посеву хлопчатника. Так, в одном из кооперативов Макта-Аральского района под хлопок отвели 500 гектаров. Предпочтения здесь отдают турецким и китайским семенам. Агрономы говорят, что местные сорта дают почти в два раза меньше урожая, чем импортные. Всего в этом году в Макта-Аральском районе хлопчатникам планируют засеять около 90 тысяч гектаров. Это немногим меньше, чем годом ранее. Турецкий сорт мы уже экспериментально сажали в прошлом году. Он и высокий урожай дал, и волокно качественнее. Дает 37-40% волокна. Поэтому решили в этом году больше земли под этот сорт отвезти. Государство выделило льготный ГСМ и минеральные удобрения. Фестиваль тюльпанов проходит в эти минуты у подножья Каратауских гор в Южно-Казахстанской области. Весной там цветут эти редкие растения, которые занесены в Красную книгу. Полюбоваться на чудо природы, на Красной горке, отправился наш корреспондент Николай Путилин. И прямо сейчас он находится на прямой связи со студией. Николай, здравствуй. Мы хотим, чтобы ты поделился впечатлениями о фестивале. Ну и расскажи, как в Южном Казахстане пытаются спасти прародину всех тюльпанов на планете. Вера, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Исторически кочевые племена, жившие на территории современного Казахстана, считали тюльпан символом возрождения, началом новой жизни и красоты. Но из-за деятельности человека эти цветы начали исчезать. Сейчас они занесены в Красную книгу Казахстана. На самом деле это место уникальное, и других таких в нашей стране нет. Сегодня здесь развернули большой лагерь. В одной части гостям мероприятия рассказывают об истории Красной горки, в другой части звучат стихи молодых поэтов. А неподалеку от нас расположились художники, которые стараются не упустить это прекрасное явление и запечатлеть его на своем полотне. Позже они проведут выставку своих картин. Николай, а уже известно, когда и почему это место назвали именно Красной горкой? Когда это место назвали Красной горкой, не помнят даже местные старожилы. Кажется, что эта горка существовала всегда. Ведь каждую весну она расцветает и раскрашивается в яркие красные и желтые цветы. Ну, а прямо сейчас рядом со мной стоит участник этого фестиваля, местный житель Сергей Скляров. Здравствуйте, Сергей Петрович. Может быть, вы расскажете, почему именно Красная горка и, конечно же, немного о сегодняшнем мероприятии. Ну, Красная горка – это русское название, наверное, дано первыми переселенцами, которые переселялись в начале 20 века на эту территорию. Эта горка действительно смотрится красной из тех сел, ближайших, которые находятся на территории нашего Тюлькубасского района. Эта горка покрыта сплошь тюльпанами Грейга, королем тюльпанов. С 1978 года в нашем Аксуджабаглинском заповеднике официально начали охранять этот вид, потому что он занесен был в Красную книгу СССР. Нашу Красную горку охранять начали где-то порядка 10 лет назад. Это природный парк Сайрам-Угэм охраняет их работники. Ежегодно здесь проводятся различные акции. Я в прошлом году был участником районной акции, которую проводил Сайрам-Угамский заповедник. И много узнал о том, что значит тюльпан Грейга. Сегодня у нас проводится республиканский фестиваль. И я думаю, что это придаст нашей охраняемой Красной горке статус, защищенной в республиканском масштабе. Потому что тюльпан Грейга – это тюльпан, который дал начало более 200 видов культивированных тюльпанов. А в Голландии в 1877 году был признан королем тюльпанов. Почему? Потому что это действительно красота, и надо здесь побывать и увидеть. Я вас всех приглашаю сюда, чтобы вы приехали и посмотрели на это чудо природы. Спасибо, Сергей Петрович. Ну а тем, кто когда-то захочет посмотреть на это чудо природы, хочу подчеркнуть, что за срыв тюльпанов назначается денежный штраф. Ну а уничтожение массовое влечет за собой лишение свободы сроком до трех лет. Вера? Николай, а я только вот хотела попросить, привезите оттуда пару цветочков такой красоты. Но теперь, услышав наказание, конечно, я понимаю, что погорячилось. Николай Путелин был на прямой связи с нами из Южного Казахстана. Там сегодня у подъезжих Аратаусских гор проходит фестиваль тюльпанов. С таким счетом хоккейная сборная Казахстана разгромила команду Венгрии в стартовом матче чемпионата мира. Ледовая схватка проходила в Будапеште. Борьба за преимущество началась с первых минут. Обе команды яростно защищали свои ворота, поэтому первые и вторые периоды прошли без заброшенных шайб. На 44-й минуте счет открыл Валерий Орехов. Вторую шайбу в ворота соперников отправил Евгений Рымарев, который вскоре оформил дубль. Завтра команде Казахстана предстоит выйти на лед со сборной Великобритании. Это была последняя информация о выпуске. Я благодарю вас за внимание. Оставайтесь на нашем канале. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин